Страйк является последней надеждой сильно отстающего Волновица, если он по-прежнему хочет нагнать Купера, идущего первым в девятом фрейме с его новым рекордом в 68 очков. Всем привет! Несчетово, несчетово! Повторный бросок! В Ви-боулинге нет повторных бросков. Когда мой народ участвует в каком-нибудь спорте, повторные броски есть всегда. Что было такого важного, что ты пропустил вечер Ви-боулинга? Да вообще-то я... Это был риторический вопрос. Нет ничего более важного, чем вечер Ви-боулинга. Да ладно, это всего лишь видеоигра. Мы, кстати, отстойно в нее играем. Отличная вдохновляющая речь капитана команды. Где ты был? Работал с Дэйвом Андерхиллом. О, он уже Дэйв. Похоже, у Леонардо новый лучший друг. Слушайте, ну он правда очень крутой. Кроме того, что он блестящий ученый и еще очень классный горнолыжник, он собирает винтажные мотоциклы и играет в рок-группе. Ну и что, у нас тоже есть рок-группа. Да нет. Мы всего лишь играем в рок-группу на нашем Эксбоксе. Отличная вдохновляющая речь соло-гитаристом. А еще он большой приколист. Он очень смешно показывает Стивена Хокинга, занимающегося сексом по телефону. Что на тебе сейчас? Хотя нет, все равно не то. У него лучше получается. В общем, завтра он берет меня с собой в качалку, так что я пойду там поприседаю. Ты смотри. Прямо любовь. Марков. Романтика во всей красе. Приветик. Шелдон, вы с Леонардом елку будете наряжать? Нет. Потому что мы не отмечаем этот языческий праздник Сатурналии. Сатурналии? Собирайтесь, детки, в круг, сейчас Шелдон расскажет рождественскую сказочку. В дохристианскую эпоху, по мере приближения зимнего солнцестояния, язычники несли в свои дома вечно зеленые веточки, чтобы таким волшебным образом сохранить жизненную силу растений до самой весны. Позже эту традицию переняли народы Северной Европы, и со временем появилось то, что мы теперь называем рождественской елкой. Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец. Ладно, спасибо за консультацию, просто я купила вам с Леонардом соседские подарки, но, видимо, положу их под свою елку. Стой. Ты купила мне подарок? Да. Зачем ты это сделала? Не знаю, Рождество же все-таки. Пенни, я понимаю, что ты считаешь это щедростью, но на самом деле это взаимообмен. Ты не даришь мне подарок, ты навязываешь обязательства. Не переживай, Пенни, это классическая ошибка всех новичков. После моей первой Хануки с Шелдоном он еще восемь дней не мог успокоиться. Да все в порядке, тебе не обязательно мне что-то дарить. Конечно, обязательно. Весь смысл традиции в том, что мне теперь придется идти и покупать тебе что-то, соответствующее ценности и отображающее тот же уровень дружбы, что и твое подношение. Неудивительно, что в это время года так много самоубийств. Знаешь что, забудь, я не буду тебе ничего дарить. Нет, уже поздно, я его видел. На стихере с эльфом написано Шелдону. Кости брошены. Перс судьбы сдвинулся. Ганнибал перешел через Альпы. Да, так ржачно, когда это случается не с нами. Шелдон, мне очень-очень жаль. Нет-нет-нет, я сам навлек это на себя, став такой приятной и важной частью твоей жизни. Меня нужно будет отвезти в торговый центр. Зараза, и с нами случилось. Продолжение следует... Продолжение следует...